Врачи и волонтеры, работавшие в красных зонах коронавирусных больниц, не сговариваясь, описывают свой опыт, как что-то похожее на участие в военных действиях. Смена от 6 до 12 часов, порой без возможности хоть на минуту отдохнуть. Костюмы, маски и нахождение в зоне риска. Я работаю тут с самого начала открытого коронавирусного отделения. Хочу сказать еще такую особенность. Каждая волна все больше и больше тяжелых больных. Мы получили редкий доступ к одной из больниц, в которой ежедневно помогают десяткам больных коронавирусной инфекцией. И провели около часа там, откуда во внешний мир приходит сухая статистика. Дочка и жена здесь еще. Дочку выписали. Выселся у меня положительный результат. И вот я попала сюда. Чтобы попасть в ту самую красную зону и быть в безопасности, врачи ежедневно проходят свой ритуал. Экипировку для входа в коронавирусное отделение медики надевают за минут пять. Нам же пришлось проходить эту процедуру немного дольше. Костюм, маска, респиратор, бахилы, перчатки. И уже через пару минут становится невыносимо жарко. Ковидное отделение в центральной районной больнице арциза работает фактически с начала борьбы с эпидемией. Из 120 возможных мест в середине октября заняты 68% кроватей. Большая часть пациентов поступают в крайне тяжелом состоянии. Очень плохо себя чувствовала дома. И теперь в русле, в нашей медицинской работе, тем не очень трудно мне помочь. Получается состояние, вот и взбивается. Это пациентка не привита. Но динамика на данный момент у нее положительная. И с каждым днем улучшается. Но тяжесть, конечно, еще сохраняется. Я думаю, завтра будем пытаться ее потихонечку снимать уже с аппарата. Среди 80 пациентов этой больницы только четверо вакцинированной хотя бы одной дозой препаратов. Имеется, что я привилась. И мне кажется, что после этого я нахожусь. Смотря какая привычка, не могу сказать, но это сказалось мне здорово. Среди 80 пациентов этой больницы только четверо вакцинированы хотя бы одной дозой препаратов, имеющихся в стране и не только нашей. Один из больных был иммунизирован российским спутником. В отделении говорят, что проверить действительное наличие полной вакцинации сложно. Каждая волна все больше и больше тяжелых больных. Если раньше было там меньше пациентов, то сейчас с каждой волной количество пациентов увеличивается. И на эту волну уже встречаются дети. У нас раньше не было детей. То сейчас подтвержденный у нас самый маленький пациент, это было 3 месяца ребенка. Полтора годика, 2,5, 10, 13. На данный момент есть девочка 17 лет. 22 сентября я сделала первую прививку. Коронавак. Все было нормально, все было хорошо. Через 2 недели мне повторили вторую прививку. Это было 6 октября. 6 октября все было нормально, прививка прошла хорошо. 7-го все было хорошо. В пятницу 8-го у меня поднялась температура 37,1. Но ночью у меня схватило ухо. Ну и я обратилась к семейному врачу, естественно. Врач посмотрел, поставил ОРВИ. Неделю меня полечили как ОРВИ на противовирусных. Потом 12 октября я сдала ПЛР-тест. Ни разу, ни на кислородных, да, ни разу у меня никаких таких. Вот я уже неделю здесь, и я, в общем-то, хорошо себя чувствую. Поэтому, девочки, если это корреспонденция, всем и каждому, я каждому буквально, как говорится, от малого до второго, только вакцинироваться. Вот благодаря этому я, как бы сказать. Когда самолечение после нескольких дней повышенной температуры не приносит результаты, а прописанные лекарства против ОРВИ совсем не помогают, люди обращаются к медикам. Я лечилась дома, ну, по-домашнему, пять дней. Потом ситуация низкая, и направила меня сюда, в больницу. Из-за того, что... Ну, не махом... Которая была? 84. Как вы себя чувствуете? Какие ощущения? Слабость, вообще слабость. Теряла сознание. Страшно. У меня же мама дома, дуже тяжело. У меня все нервы на пределе. Нигде не принимают, скажу, при полнении больницы. Тяжело нам. Чего Сарату не откроют, не поможут. Аптеку нет вообще тоже. В Барамичине, Николаевка-Новороссийск. Открыть нам аптеку. Надо за якийсь укол ехать аж у Сарату. И никто с таксистов не хочет наниматься. Бояться, чтобы не поразилися. Временами то хорошо было, то не помню. Ну, спасибо, уже выкачал. Все уже. Вижу свет в конце туннеля. Сказать, что я долго не... Четыре дня дома такой побыл. Что-то так поражение такое. Жена послала меня сюда. Я долго не сидел дома. Температура 38. Тишину в коридоре отделения разбавляет шум мониторов и сильный кашель. Даже через респиратор пробивается запах медикаментов и, кажется, озона от обеззараживающих кварцевых ламп. Тут цифры, которые мы ежедневно видим и слышим о количестве заболевших, приобретают совсем другое значение. Дельта, вот как уже зашел у нас на ПЦР-диагностике, да, не указывается, к сожалению, какой там штамм, какой вирус. Вот положительный, отрицательный. Отличие в том, что идет поражение, присоединяется желудочного кишечного тракта, бьет по поджелудочной системе. Более агрессивный плюс, более вспыльчивый. Даже не то, что по отношению к родственникам, к близким своим. Возникает чувство страха, боязни. Критическую ситуацию с ростом количества позитивных больных в регионе в Министерстве охраны здоровья назвали управляемой. А саму область готова к надвигающейся волне. Говорят, что судят по статистике и резко возросшему числу желающих получить вакцину. Ростовый фонд забезпечен киснем и сейчас выполняет план по вакцинации населения. Вже после входа в червоню зону, то можно говорить про певные покращения. И если такая динамика будет сохраняться, то, конечно, через несколько недель область выйдет из червоной зоны. Но в тот же час есть над чем работать. Это, опять же, и расширить вакцинацию, увеличивать количество щеплений, и работать с лекарями первинки, а также с критериями госпитализации. Пока департаменты рады новым рекордам одесских центров массовой вакцинации, растет и количество тех, кто пытается обойти вакцину стороной своими методами. Правоохранители рассказали о девяти уголовных производствах по фактам подделки ковидных документов, ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации. Уже не раз в социальных сетях появлялась информация о подделке зеленых паспортов. Но представители облгосадминистрации до последнего заявляли, что подобных случаев в Одесской области не фиксировали. Проблема блокирования системы выдачи фальшивых сертификатов будет решаться разом. Правоохранительным и оборудованием – раз, общество – два. Ну и лекарям, которые в середине могут знать, в этом случае они должны, я допускаю, что, возможно, кто-то знал из коллег, и расследование может это показать. Система такая, что не может Департамент охраны здоровья избавить того главного лекаря. Но ответственность должна быть персональной. При том, что через некоторый час может заявляться, что эта людина работала так скрыто, что никто не знал. Численность больных заставила областной департамент в короткие сроки разворачивать дополнительные места в опорных больницах. Но и их из-за безопасности людей может не хватить. Стосовно разгортания лежек, сколько бы лежек не разгорнули, их никому не вистачит. Нас медикам не вистачит. И если будет полевый шпиталь, то вы понимаете, что это будут залучены, возможно, и медики из тех областей, где будет желание приезжать до Одессы, допомогти. Поэтому сегодня всех запрошу, пожалуйста, сама вакцинована, вы все знаете, не фейк, жива перед вами. Вся семья вакцинована, никто не хворил, ходили в масках, когда был карантин, и дочекались вакцинации. Поэтому всех запрошу, пожалуйста, пейдите, провакцинуйте с тех, кто не вакцинован. Звертаю увагу на вагитных. Дуже великого увагу, у нас 53 хворих, это вагитные, 11 из них важкие, есть померлые. За той самой статистикой, которую уже трудно слышать, стоит чья-то жизнь. Сколько еще рекордов придется поставить, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию в регионе. Защитить себя может каждый. А единственный способ пережить эпидемию – постараться не стать пациентом ковидного отделения. Из красной зоны арцистской опорной больницы. Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».